Всем добрый день! Сейчас меня может быть плохо слышно. Микрофон в другую сторону направлен, потому что я пришел к Ольге. Напоминаю, Ольга находится в районе Дельфинария, Колизей. Вот он здесь, вот прям рядышком с колесом. Колесо видно? Отсюда вот прям видно. И для вас есть ряд информаций, которые вас заинтересуют. Есть изменения? Ну, Ольга все расскажет. Что-то лучше, что-нибудь там, какие-то футки. Добрый день, Ольга. Добрый день. Здравствуйте. Как всегда. Замечательно. Ребятки, сначала с Дельфинарией, да? Ну, мы понимаем, что все как бы не дешевеет, а немножко дорожает. Все это в определенных пределах таких допустимых. Рыбок надо кормить, эти дорогостоящие как бы мероприятия содержать. Поэтому сегодняшние, вот буквально с нескольких дней назад, Дельфинария Колизей на кассе билет стоит 600 рублей. У нас билет стоит 500 рублей. То есть разница в любом случае остается. 100 рублей для семьи, я думаю, что это существенно. Билетов за 400 рублей практически уже нет. Морская звезда, шикарная морская звезда, да? Билеты там, кассы, как всегда, естественно, дороже. У нас несколько билетов маленькие, остатки остались по 500. Будут 600, но представление шикарное, великолепное, все очень стараются. Я думаю, ребята, ну как-то 100 рублей, мы это все переживем. Но тем не менее, вы должны это знать. Дельфинария Лазаревский у нас, как всегда, осталось 700. Хорошая посадка, красивое представление. Значит, Колизей будет 500, морская звезда у нас 600. И Лазаревский 700, в любом случае, это дешевле, чем в кассе. Это здорово. В любом случае, объясняю еще раз, акцентирую внимание, что вот эта цена 500 рублей для Колизея здесь, а в кассах 600 рублей. Да, 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 да. Значит, у нас открылся дельфинарий Наутилус. Извините, аквапарк Наутилус. Ну, что вам сказать про этот аквапарк? Вы знаете, его люди любят. Да, он местный аквапарк. Конечно, это не золотая бухта или что-то подобное. Я понимаю, что вы везде путешествовали и все видели. Но Наутилус, он такой милый, хороший аквапарк. И нам очень нравится, что он любит своих отдыхающих и делает великолепные скидки. Ну, например, у нас билеты, цена билета у нас стоит 1200 рублей. И это билет на целый день. И плюс у них бесплатная доставочка. Причем доставка не такая, что вы должны быть выходить в какой-то должный автобус, а доставка на такси. То есть люди некоторые идут пешком, а некоторым людям очень нравится. Спаснуться утром, вызвать такси. И стоимость такси они вам возмещают. Поэтому 1200 с этот день. Значит, дети до трех лет бесплатно. С 3 до 12 лет детский билетик, он будет тысячу рублей. И бесплатная доставочка на такси. Доброе отношение, все хорошо. Горки есть от экстремальных до маленьких детских городков. Поэтому аквапарк старается. Я думаю, ребят, что все хорошо. Поэтому это касается аквапарка. Мы тоже все вроде бы поговорили. Значит, про Абхазию нет. Про Красную Поляну у нас была акция. Акция замечательная. Газпром, курорт Газпром открыл свои вороты. И теперь мы едем не только на Красную Поляну. Курорт Красной Поляны и Роза Хутор. Мы едем еще на Альпику сервис. Там тоже есть своя канатная дорога. Она восхитительна. И еще, ребята, хочу всем поделиться приятной для себя новостью. Мы завтра едем на Красную Поляну. У нас семена рабочие. Я думаю, что будет интересно. С этими новостями я, конечно, с вами позже поделюсь. Мы никак не дойдем до экскурсии местных. Как-то все время мы ходим стороной. Сейчас уже они нарисовались. Все понятно. Определение полностью есть. У нас открывает Саша. Поэтому я хочу сказать. Когда мы говорим о местных экскурсиях, вы немножечко должны для себя представлять и рассказать мне, что именно вы хотите. Потому что некоторые люди говорят. Скажите, пожалуйста, а мы хотим просто погулять по Лазаревскому. И вот здесь же есть какие-то маршруты. Алексей много раз показывал эти замечательные маршруты. Мы знаем. Но еще раз напоминаю, у нас есть шпаргалочка. И где есть вот такая вот шпаргалочка. То есть можно вас прогустили? Да. И здесь есть вот все эти маршруты, как добраться. С Вирского ущелья, Крабового ущелья, Озеро Девное, которое Алексей показывал нам все время. Попутешествовать по Лазаревскому. Найдете для души массу всяких для себя удовольствий. Поэтому это возможно. Ну, скажу об этом коротко. Да. Скажу об этом коротко. Потому что то, что вы погуляете сами, это неплохо. Но ничто не может сравниться с тем удовольствием, когда мы идем с экскурсоводами. Вы знаете, мы прошли все маршруты много-много раз. И мы постоянно бываем на них. Но каждый раз, когда мы идем с нашими экскурсоводами, которые вообще педагоги по образованию, ботаники, я не знаю, кто они еще, но они настолько это все рассказывают, что у вас просто врезается в память и в душу эти экскурсии. Поэтому очень здорово. Но нужно понимать, что есть экскурсии, которые вы становитесь на тропу, она пешеходная, да? То есть это пешеходная. Например, Тайна двух ущелей или Мамедового ущелья. Почитайте отзывы, посмотрите картинки. Не буду так долго занимать ваше внимание. Пешеходные. Мы смотрим, кто идет на эту экскурсию. Мы не пошлем туда человека 80, например, плюс, да? То есть вы должны понимать, что есть пешеходная. Если вы любите ходить, встали на маршрут, после обеда 3-4 часа, вместе с экскурсоводами, водопады, гроты, шикарная природа, то есть это возможно. Но есть экскурсии, когда не нужно так много ходить, не все это любят. Это, конечно, водопады. 33 водопада, и у нас в субботу открываются водопады долины реки Аши. Фантастические. Это разная группа водопадов. Красивые оба. Буквально в 30-минутной езды от Лазаревского, и дальше уходим в сторону аула Аши. И 33 водопада. Это великолепно. Опять же сюда. Можно поехать просто погулять, да? Это прогулочный вариант без концерта. Если у вас есть свободный вечер, я всегда вас прошу, вы получите огромное удовольствие. В 15 часов начинаются экскурсии на водопады с ночной программы, с вечерней. Это очень красиво. Посмотреть на ночные горы, и, конечно, посмотреть эту шикарную программу. И, конечно же, у нас есть всегда джипинг, да? Наши ребята, они местные, они вообще очень доброжелательные, очень профессиональные. И вот на все эти экскурсии, кроме пешеходных, мы можем пригласить вас на джип, они вас с удовольствием отвезут в эти красивые места, расскажут, познакомят вас с местами, и все будет хорошо. Поэтому, видите, как все экскурсии местные обычно начинаются после обеда, и они не занимают много вашего времени, потому что все-таки море, море это основное. Вот, поэтому имейте в виду, немножко нас чуть-чуть ориентируйте, чтобы вы хотели, и мы вас обязательно отправим туда, куда бы вам было интересно. Напоминаю, что вечерний Сочи остается обзорный по Сочи, шикарная башня на горе Ахунь, тоже всегда. Красная поляна в массе вариантов. Отчего это зависит? Сидим в автобусе, 1700 заплатили на сегодняшний момент. И каждый определяется, на какую высоту было время, когда бы выдавался только один билет, только до верхней точки, да? Получалась цена вопроса 3650 человека, может быть, кому-то это казалось дороговато, может быть, кто-то считал, что он не остилит эту высоту. Но сейчас туристическим группам разрешена покупка билета. Одна высота, одна цена билета, другая высота, немножко дороже, и верхняя. Поэтому вы можете посетить Красную поляну от цены 2600 до 4, в зависимости от того, что вы хотите увидеть. Собственно говоря, пока на сегодня все, достаточно. Я еще хотел сказать, англомовские прогулки, рыбалки, их все очень любят. Вот у нас есть рыбалочка на горном озере, Алексей показывал, там изменения. А по рыбалке, которая морская рыбалка, она теперь стала дешевле. Рыбачок стоит 1700, была 2, сопровождающая девушка стоит 1500, дети у меня 1000 рублей, так же, как и было. Но единственное, что на вот эти маломерные суда с 12 числа запрещена посадка детей до 6 лет. Дети до 6 лет будут у нас только с родителями на теплоходе, а вот эти маломерные суда, к сожалению, нет. И рыбалочкой теперь будет не 3 часа, люди говорили, что это много. За для людей вот такое удобство, рыбалкой будет 2 часа, ребят, этого вполне достаточно. Половили рыбку, пока нам ее жарят, но покупались, отдохнули, на море посмотрели, дельфины подлюбовались и вернулись назад. Вот такие замечательные новости. В общем-то, все новости хорошие. Я здесь. Большое человеческое спасибо. Напоминаю вам телефон Ольги. Спасибо, всегда рада. Желательно в рабочее время. Имейте в виду, что Ольга может быть занята, поэтому придется перезвонить, потому что приходят люди, клиенты, там, выписываются. Или пишем, я всегда отвечаю. Ну, где находится Ольга. Приезжайте к нам, мы вам очень рада. Реорганизация потолок, знаете где. Спасибо. Спасибо большое. Все, большое спасибо. Напоминаем, цены, цены, чуть-чуть, где-то, где-то что-то подросло. Да, да, да. Ну, я думаю, что это тоже прийти. Все, всем пока. Только все дешевле. Спасибо, Ольга. Всего доброго. Спасибо огромное. Спасибо большое.